мужики всем привет добро пожаловать на новый видос для тех кто не любит длинное видео ребят вот капот а вот мужики болт ну а этом принципе можно видосы закончить как говорится с вами был санек еще увидимся по верхнему капоту смотрите что получается интересная штука закрываем да сейчас камеру переключу на ширик так широкий угол теперь все влазит в объектив посмотрите как он прыгает не видно видно видели да подпрыгивает этот как как долбит и смотрите как меняется его работа видели еще разок он доходит чуть-чуть останавливаться там на долю секунды и доводится при этом капот этот уже не прыгает ну и теперь самое интересное да это сколько же весит весь этот капотище ребята мизинец мужики так мужики поварил крепление с двух сторон этого достаточно я думаю никуда но не денется толщина металла вот здесь 5 миллиметров вот все теперь можно соединить и ждем шаровые новые пока привезут поставлю шаровые и будем заниматься уже наверно капот говорю зашью давайте проверим проверим тут я на излом отлично за ограничителя отлично отлично так ну нравится мне то что я сделал вот до ограничения достает по крайней мере когда все это дело было на прихватках ничего не выламывала обварил все работает вот этого как раз таки хода для нее абсолютно хватает так мужики капот все положил на бок обрисовал вот видите как удобно сразу под лужак известно где это вот под эти ручки на заводилку там все остальное теперь надо это все дело раскроить ну лишнее уже отрезал теперь на ровник это вот так зажал кис и снял за пластина просто прижал чтоб она не двигалась крыть буду вот такими ножницами по металлу ну вот все как говорится как портной сделал выкройку все осталось теперь вырезать там 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 минимум обрезков вот так минимум пыли и тут которую последнюю резу равняется еще куда-нибудь ее применим вот как то так так друзья ну поставил опять же время на двигатель не прикручивал посмотреть габариты пока железом не обшивал выкройки стоят ставлю амортизатор на подъем верхней ляды капота так сказать да немножечко не угадал в общем надо нижнюю сейчас нижний болт отрезать дырку заварить которую высверлил отверстие просверлить чуть выше чтобы вот это вот поднялась чуть выше то есть хода надо еще больше сделать в принципе меня все устраивает мужики вот смотрите капот сам поднимается но он еще не обшитый металлом он будет потяжелее вот как то так как раз будет отлично придержал его не нужно надрываться он сам себя поднял единственное что мне не нравится в наших русских амортизаторах вот этих до газовых это то что и чтобы их снять надо откручивать гайку на иномарках все проще вот допустим с того же киа до автомобиля чтобы снять не нужно винтить вот здесь вот скоба вот так подцепляется и он отщелкивается оставится еще проще просто взял защелкнул и он стоит на месте вот такие дела но вот это по-любому нужен ключ чтобы снять верхнюю крышку почему не делать вот как люди делают нет же все через одно место ну да ладно пусть будет так так друзья просверлил отрезал здесь вот гаечку сейчас новую варю просверлился там где мне нужно эту не стал менять место здесь сверлился там сверлился короче хотел поменять она еще меньше угол в общем самое адекватное положение это вот здесь во первых и ничему не мешает и максимум поднимает капот пришлось сжать газовый амортизатор полностью до конца вот таким образом для того чтобы отметить где мне просверлиться то есть поставил здесь поставил мужики здесь вот все отметил и теперь осталось только варить гаечку и закрутить газовый будет закрываться до конца и соответственно выше поднимать капот ну опять же мужики вернемся да к этим вот этим иномарочным амортизатором ну все для людей сделано даже элементарно просто его сейчас вот так вот сжимаю и он защелкивается удобно разметить я не знаю все дела не надо держать не на ангелик струбцин ничего не нужно все снять клипсу элементарно просто специальная скоба из вот все она снялась отщелкнул капот снял до поставить на место ключей не надо все все стоит что нашим так не делать так все стоит не нашел и более адекватного места чем вот здесь все отлично работает будет закрываться здесь как и планировал до конца заходит в общем все как положено с этой стороны соответственно не выглядывает не торчит вот так вот все четко вот повыше чуть-чуть стал вот так вот я не знаю может срезать за ненадобностью в общем подумаем сейчас возможно и срежу от нее толку никакого от нее толк только тот от этой и от от этих двух все от этой толку никакого может сейчас даже по сварочке пройдусь срежу зашлифую не цепляться за нее вообще никак да так и сделаю удаление произошло безболезненно и так поставил второй амортизатор вот она наверно так называется на газовый этот как он там правильно все установил на и уж не говорится законное место здесь так здесь так он строго стоит горизонтально по отношению к крылу на одинаковом расстоянии здесь пришлось варить вот такую штуку потому что будет стоять здесь решетка сеткой она будет утоплена вовнутрь так чтобы это не мешалось и что получается еще я держу капот сейчас металла нет и он сам поднимается то есть веса хватает а как только ляжет металл сейчас я покажу сейчас вот верхний открою и он уже открываться не будет потому что центр тяжести сместиться чуть назад вот я давайте попущу вот так вот раз все и капот уже стоит центр тяжести сместился то есть вот этот металл когда ляжет будет вообще говорится шикардос и так мужики не понравилось не понравилось мне расположение крепления вот этого вот здесь она закрывала мужики гайку гайка это очень нужно для того чтобы можно было ключ сюда засовывать потому что слишком все очень компактно короче сделал четыре положения но на стойке самое нижнее это не менял вот где вот ближе к краю до ниже уже она просто выходила за пределы так как амортизатор уже засунут полностью вот в этом положении будет очень легко открываться капот но вот этот угол который бы держал слишком маленький капот будет нелегкий взвесим обязательно чем выше тем больше вот этот угол сейчас я покажу и лучше держит сам сам капот полностью ну чуть чуть труднее поднимать но это не принципиально это уже подберем поэтому и сделал несколько положений пока было удобно все это снимал просверливал обваривал потому что когда это все соберется потом уже туда не полезу просто будет неудобно и лучше сделать сразу пока все удобно так по по верхнему капоту смотрите что получается интересная штука вот закрываем да сейчас камеру переключу наш лирик так широкий угол теперь все влазит объектив посмотрите как он прыгает не видно видно видели да подпрыгивает этот как как долбит но спасибо мужикам из группы самодельщиков сказали сами переверни амортизатор и вот что получается если его перевернуть и так мужики смотрите перевернул этот амортизатор вверх ногами и смотрите как меняется его работа видели еще разок он доходит чуть-чуть останавливается там на долю секунды и доводится при этом капот этот уже не прыгает смотрите еще разок вот так все просто напишите в комментариях знали ли вы об этом свойстве я не знал спасибо николаю разметил на выкройках ну то есть вложил до обчерчил там где будут идти трубы маркером нарисовал и на одной уже все это дело мужики просверлил под клепки будем клепать так сказать все сейчас вторую заканчиваю и ставим на капот все друзья тут под очищал заусенцы прихватил все выставим все начинаем ставить клепки вот клепочки и стоят останется только их зашлифовать ну вот и вторая сторона готова вот как-то так вверх шью еще хуже получается и дольше чем вот эти боковины что там их обчертил да и приклепал вот тут же что-то не все загибоны но тут на еще проварить там кусочек подгоны эти навесики шлифануть так чтобы она не цеплялась здесь вот идет все дадим минимальные щели тут выровнять по плоскости это капец это капец вот это гнул ну приволок такую фигню уголком прижимал ну все осталось теперь передок и вот эту часть еще и загнуть и будет готова капец он тяжелючи получается вот это металл полтора вот это 18 капец он тяжелючи это капец мужики это я не знаю килограмм на 3540 на будет полностью так друзья все железо на капот прихвачена приварена где-то провалить прикручена решетка осталось не останется это все дело теперь зашлифовать но это уже днем на улице потому что дышать нечем и так пришлось окна пооткрывать вот так все это дело выглядит решетку с той стороны с обратной прикрутил вот так чтобы не видно было этих краев да вот отлично все получилось уже имеет вот такой вот мужики внешний вид вот как то так ну и теперь самое интересное да это сколько же весит весь этот капотище ребята 34 килограмма помните до весы деления 500 грамм поэтому плюс-минус 500 грамм вот вот такая вот штукенция так но еще несколько тестов мы видим сейчас амортизаторы не подключены просто хочется знать сколько же усилия надо приложить чтобы поднять весь капот не знаю видно будет не видно без цепляюсь за серединочку прям посередине да где будет рука браться грубо говоря и поднимаю капот 15 800 было цифра на еще разок 16 килограмм на поднятие я не знаю видно не видно можете поверить чтобы поднять нужно приложить усилие в 16 килограмм и тогда только пойдет опрокидывание сейчас замерим попробуем по крайней мере замерить верхней мере замерить верхнюю часть так мужики на пробуем 6 330 нужно приложить усилия чтобы поднять этот самый верхний капот ну плюс минус короче 6 будем считать с половиной килограмм верхняя крышка без амортизаторов так ну и с амортизатора мужики поставил там амортизатор наверх пока не ставим абсолютно не буду сейчас потому что я буду снимать мизинец мужики и капот пошел сам открываться его только надо придерживать 34 килограмма одним мизинец мужики вот как то так с вами был санек еще увидимся а а а а